Видный ученый-кавказовец, специалист по скифосарманской и аландской истории, профессор, общественный деятель, кавалер Ордена Почёта. Его заслуги перед отечественной наукой трудно переоценить. Руслан Бзаров сегодня отмечает свой юбилей. Историку 65 лет. Он широко известен не только в родной Осетии, но и далеко за её пределами. Всё, что Руслан Сулейманович делает в истории, в исторических исследованиях, это очень интересно, прежде всего. Это глубоко научно. И это сделано с большой любовью к своему народу, с большой ответственностью. При этом это глубоко научные, аргументированные, очень нужные такие исследования, которые помогают пролить свет на очень многие стороны нашей жизни, которые сейчас так необходимы, поскольку мы знаем прекрасно, что сегодня фальсификация истории приняла вообще какие-то ширкомасштабные размеры такие. С Русланом Сулеймановичем Ирина Гоглоева познакомилась ещё во время учёбы в Московском государственном университете. Дружеские отношения сложились уже тогда, которые укрепили общие интересы по изучению истории Осетии. Бзаров принимал самое активное участие в политической и общественной жизни Южной Осетии. Отстаивал право на свободу и независимость нашей республики. Качество человека всегда проявляется в сложные такие исторические моменты для народа. И в этом смысле вот Руслан Сулейманович – это человек с большой буквы. Человек, для которого Осетия – это самое высокое, что есть в жизни. Вот Осетия. Север и юг Осетии. Абсолютно неделимый, единый. И в 90-е годы у нас началось национально-освободительное движение. То Руслан Сулейманович был одним из тех, кто принял в нём самое непосредственно активнейшее участие. Профессор является автором большого числа научных статей и докладов, фундаментальных исследований по истории Кавказа, трёх монографий и двух школьных учебников. Руслан Бзаровс, автор с Весмарком Блеевым, написал учебник «История Осетии». Вообще это хорошие учебники, добротные. Здесь прослежен исторический путь развития нашего народа с древнейших времён. И что хорошо, что, на мой взгляд, здесь делается такая попытка концептуального подхода к истории Осетии. Здесь представлено юг Осетии. И вот в новом учебнике это уже более расширено, более глубоко. Руслан Бзаровс в своих научных работах особое внимание уделяет традиционной культуре осетин и фольклору. Например, в книге «История в осетинском предании» сюжет о Чермене исследованы закономерности отражения действительности в историческом фольклоре. Фольклор он армагитилдер куста, ама фольклор он армагитен, аппат ахштиагдаран, аппат хоздаран, ровзарста, черменет хэй. О исследованиях и научных работах Бзарова можно рассказывать долго. Научная деятельность профессора активно продолжается. Сейчас историк работает над изучением отдельных осетинских фамилий. Параллельно профессор продолжает изучать разные периоды истории Осетии. А это значит, что скоро будут представлены новые научные труды и исследования учёного. Стелла Бязарова, Заурустаев, Фадима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.